Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. Я представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это премьер-министр правительства Западной Армении в изгнании, координатор Всерамянского сената господин Рам Макарчан. Здравствуйте, господин Макарчан. Добрый вечер, здравствуйте. Господин Рам, я могу к вам вращаться по старой дружбе Рам, либо все-таки титуловательского премьер-министра. Мне без разницы. Это особо не меняет ни наши взаимоотношения, ни наш уклад жизни. А, кстати, с каких пор вы стали премьер-министром? Я учредитель правительства Западной Армении в изгнании. Эта структура работает с 2000 года. Это официально функционирует ровно 24 года. Я стал премьер-министром в 2014 году. То есть вы уже 11 лет, то есть 10 лет премьер-министр? Да. Ну что ж, серьезный срок, 10 лет быть премьер-министром. А конкуренты у вас хоть есть потенциальные? Понимаете ли, это политическая работа. Тут ни денег нет, тут нет никаких наград. Особенно это просто политическая работа, которая нацелена на будущее. Ну, придут другие, возьмут они. У них будут конкуренты. Пока таких проявлений пока что нет. Но есть желание, молодые уже понимают, судя вопросом. И надеемся, что будет. Ну что ж, Рам, вы, будучи премьер-министром, может быть, принимали участие в Мюнхенской конференции по безопасности? Может быть, вас пригласили как официальное лицо? Я таких мероприятий не участвую. Не вижу необходимости. Там, понимаете, вот в Мюнхене собрались, начали разговаривать, но обсуждают вопросы, как глубоко смотришь, какие вопросы обсуждают, и какая цель этих обсуждений, понимая, что мировосприятие абсолютно другое. То есть в Мюнхене не обсуждали вопрос остановки войны. В Мюнхене обсуждали нагнетание войны. Как максимум надавить, допустим, на Россию или дать возможность Украине уничтожить свой народ. Понимаете, это аспекты другие. Поэтому я посмотрел, как себя ведет Армения там, и как премьер-министр Армении разговаривал с представителями армянских общин в Ермании. Полная постановка. Так нельзя. Как там встречаются... Мы с вами встречаемся для чего? Ну, выяснить на эти ответы на вопросы, да. Хорошо. А там встречаются не для этих целей. Хорошо. А почему премьер-министр Пашнян не встретился со своим коллегой, премьер-министром Макарчаном? Вы же тоже премьер-министр. Нет такой повестки. Есть смысла не это встречаться. То есть вы отказали ему встречу? Не-не-не-не. Давайте так. Это политическая работа. Я не вижу необходимости встречаться с премьер-министром республики Армения и обсуждать какой-либо вопрос даже в Германии. Нет, это не целесообразно. Если у меня будут вопросы, я смогу улететь в Ереван, встречаться там, обсуждать там эти вопросы. Я не считаю целесообразным где-либо встречаться с премьер-министром республики Армения. Это не целесообразно. Но в случае, например, если вы пожелаете прилететь в Ереван или встречи с премьер-министром Пашняном, вы будете встречаться с ним как частное лицо, либо как премьер-министр западной Армении? Вообще-то я в Армении был последний раз в 89-м году. Я не лечу туда с момента того, как стал премьер-министром. Не вижу необходимости улететь туда. Я политическая фигура. Если меня пригласят, тогда полечу туда. Если не пригласят, тогда я не лечу туда. Не вижу необходимости в этой обстановке еще раз с моим присутствием нагнетать довольно сложную ситуацию в Армении. Нет такой необходимости. У нас конкретная работа – это западная Армения, конкретная работа с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, с Турцией, с Швейцарией. Вот эту работу мы ведем. Скажите, просто чтобы закрыть эту тему, ведь западная Армения, как я понимаю, общественная организация, которую вы представляете, премьер-министром, которая вы являетесь, она претендует на часть земель как раз Турции, правильно? Насколько я понимаю? Это не общественная организация. Вообще-то, если мы говорим о государственном праве, государство имеет возможность представиться в трех формациях или трех формациях. Это признанное государство, это непризнанное государство и правительство в изгнании. Мы позиционируемся как правительство в изгнании. У нас нет никаких требований абсолютно. То есть я не могу требовать мои земли, когда эти земли принадлежат мне. Я могу только поднять правовой вопрос или о время, когда будут передаваться права на пользование этих земель. Больше ничего. Это только правовой вопрос. Здесь другие инструменты не работают. Конфликты, война, это все инструменты прошлого столетия. Но когда мы говорим про Западную Армению, правильно я понимаю? Вы имеете в виду как раз часть территории Турции нынешней? Вы неправильно понимаете. Границы между Республикой Армения и Турцией были определены еще в 1920 году. Этот документ не имеет срока давности. Но мы когда говорим о Западной Армении, вы какие земли подразумеваете? Вот вы говорите, вы премьер-министр Западной Армении. Это какие земли? Я ссылаюсь на документ, признанный правительством Соединенных Штатов, который в политическом обороте звучит как арбитражное решение Вольфа Ильсона о признании границы между Республикой Турцией и Республикой Армения. Так называется вот этот документ. То есть вы премьер-министр территорий, которые сейчас не входят в состав Армении, но входят в состав Турции. То есть вот этот участок территории, который не вышел в современную Армению, вы премьер-министр этих территорий. То есть эта территория и де-факто сейчас и де-юре как бы принадлежат Турции. Вот в разнице этих территорий двух, да, вот вы премьер-министр. Да, совершенно верно. И вы говорите, что вы ведете переговоры с Турцией, я так понимаю, о возвращении этих земель. Нет. Понимаете, это очень тонкая работа. В этой тонкой работе говорить о возвращении или о... Не приходится. Это правовой вопрос. Мы выдвигаем только один документ. Это документ на арбитражное решение. А арбитражное решение оспаривается в лондонском арбитражном суде. Или есть второй вариант. Обратиться в суд ООН и там попробовать. Но там у нас будет проблема с Арменией. То есть, вы имеете в виду, что Армения будет официально Ереван, будет препятствовать вам вашей международной судебной деятельности. Потому что не хочет идти на конфликт с Турцией. Нет, не в этом плане. Есть две стороны. Это восточная Армения во главе Николы Пашиняну, как премьер-министр. И есть западная Армения в лице меня. Потом я буду или нет. Это не важно. Просто в этот момент. Значит, вот эти две политические структуры или государственные структуры базируются на один и тот же документ. Я понял. Окей. Одна сторона не признает, вторая сторона признает. Если мы обратимся в суд, Армения должна быть ответчиком в суде. А мне это неинтересно. Окей. Я понял, о чем вы говорите. То есть, фактически, вы говорите о том, что правительство, официальное правительство Армении не разделяет, скажем так, ваши исторические претензии, как вы считаете, обоснованными. У нас нет исторических претензий. У нас есть правовой документ, правовая база. Обратитесь в суд. И пусть суд определяет, легитимны ли эти требования и легитимны ли эти документы. Если да, тогда те, которые принимали, а это 40 государств, пусть они определяют сроки, дорожную карту. В общем-то, пусть определяют и поработаем. Особо таких других требований нет. Я понял. Хорошо. А вы планируете все-таки проведение каких-то переговоров с премьер-министра Пашляна по сути вашего иска, раз вы говорите о том, что без Армении вы выпадать не можете? Нет. Я не говорю, что мы не можем. Дело в том, что в какой суд мы намерены обратиться. Если арбитражный суд, тогда без каких-либо проблем мы обратим арбитражный суд. А если в суд ООН, тогда армянская республика или армянская сторона должна быть или стороной истцом, или стороной ответчика. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если вы являетесь премьер-министром Западной Армении, есть ли у вас свои вооруженные силы? Министерство иностранных дел то есть, скажем так, атрибуты, те, которые относятся к... Вы как грамотный юрист хорошо знаете, к понятию государства, потому что государство обладает атрибутами территории. Это не государство. Я еще раз говорю, что это правительство в изгнании. Это политическая единица, которая только позиционируется как структура, у которой есть определенные права. Хорошо. А правительство Деголе? На что же было в изгнании? При этом у него, например, было несколько французских дивизий, которые он сумел собрать в Лондоне. Может быть, вы тоже собрали в Германии несколько дивизий? Условия другие. Условия разные. Время абсолютно другое. Это было во время Второй мировой войны. Реально Франция имела свою армию, вооруженные силы, свои финансы, свои политические рычаги. Все имела Франция. Они потерпели поражение, и часть своих ресурсов перевели. Вот там начали работать. А мы сейчас воссоздаем на базе тех документов, которые дают нам возможность восстановить. Говорить о каких-то формированиях, о каких-то смыслах нет. Это может быть будет через 100 лет, может быть через 60 лет, не знаю. На этом этапе такой вопрос не стоит и не будет стоять. У нас только правовой вопрос. Поднять правовые документы, обратиться в соответствующие институты, попросить, чтобы они рассмотрели. Как будто рассмотрят, будет какое-то решение, и впоследствии после решения будет новая повестка дня. То есть правильно я понимаю, что в принципе те люди, которые обладали, скажем, недвижимостью на тех территориях, которые вы считаете, ну там, западной Армении, они могут обращаться к вам как к премьер-министру, и вы на, скажем, таком межгосударственном уровне, дипломатическом, вы уже можете адресовать их к Турции с тем, чтобы восстановить их право собственности. Ну, обычных людей. Обычно процедура так. Те базовые документы на этот момент, что находятся у меня в руках, это 2500 страниц официальных документов, копии этих документов, которые мне передали из архива ООН. Эти документы полностью завершили процесс. Просто надо заново эти документы подать в суд, и больше ничего. Там все есть по деревням, по земельным участкам, по недвижимости, все посчитано полностью. Там 18 миллионов франков золотых. Это которые... Это вы оценили стоимость ущерба? Это не я оценил. Это оценили 1920 году в Лиге нации. Акты все есть. Это те деньги, которые Турция должна вам? Еще раз говорю. Я не знаю, кому Турция должна эти деньги. Я говорю, что сумма ущерба посчитана, акты составлены, акты находятся в Лиге нации, копии находятся у меня. Наша задача обратиться в суд, посмотреть, как суд реагирует на это. Больше ничего. Это судебный процесс. Если суд сочтет, что иск не имеет срока давности и сторона, то есть Турция должна заплатить эту сумму, тогда уже идет другой процесс, арбитражное решение, влечит вот этот механизм по оплате и так далее, по примеру, допустим, Германии. Германия евреев. Или Германия – Израиль. Как до сих пор платят. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый революцию позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ну, Германия действительно платит, но она платит отдельно тем людям, которые пострадали в результате Холокоста. То, о чем вы... Ну, то есть оказывают материальную помощь тем людям, которые пострадали в результате политики Холокоста, которую национал-социалисты проводили во время Второй мировой войны. Но то, о чем вы говорите, то, о чем вы говорите, это же помощь не на индивидуальной основе. То есть я просто не всем понимаю. Если вы говорите, скажем, об армянах, которые... Или о родственниках армян, которые пострадали в результате тех процессов, которые были аттестованы как геноцид армян во время Первой мировой войны, вы ратуете за помощь этим родственникам, это одно. Это комплексный вопрос. Поэтому если сейчас будем диспутировать в условиях такого понимания вопроса, это же сложно. Там есть направления. Это подданные Османские империи, это не граждане, это подданные Османские империи. И далее. Это граждане Турецкой республики, это современные граждане, допустим, Сирии, Ливана, Армении, Грузии, Соединенные Штаты, Великобритании, Франции. Это армяне, которые проживают больше 150 стран. И поэтому они как правоприимники, каждый будет воспользоваться теми правами, которые наделены они как граждане своей страны. Это тоже очень нашу тему будет повлиять. Но наша задача не эта сейчас. Наша задача просто обратиться в арбитражный суд и попросить, чтобы они рассмотрели этот вопрос. Два года продлится, три года не знаю. Они будут обращаться, мы будем обращаться и подождем, какое будет решение суда. Дальше посмотрим уже. А планируете ли вы, как, может быть, политическая партия, принимать участие в выборах Армении? Абсолютно. У нас нет интереса вмешиваться в политической жизни армянин. Если будут какие-то правовые вопросы, которые напрямую связаны с общими вопросами, общими проблемами, тогда нет интереса никакого. А в вашей организации, так понимаю, вы главная, да? То есть нет президента Западной Армении, есть только премьер-министр Западной Армении? Да нет, тут... Ну, смотрите, просто если есть правительство возгнания, есть премьер-министр, есть министр экономики, есть министр иностранных дел, то есть есть какая-то орг структура? Эта структура есть. Пять портфелей. Есть национальное собрание. И есть академия, которая занимается вот этими делами, документами и так далее. То есть юридический департамент, вы имеете в виду? Да-да. Я понял. Вот просто закрывая эту тему, потому что мы хотели еще поговорить на одну тему, с вами до эфира мы обговаривали о этом. А вот все-таки недавно были перестрелки на границе Азербайджана и Армении. Не кажется ли вам, что вот как-то ситуация накалена, и можно вот пропустить вот это окно возможности для установления мира между странами, что, безусловно, очень важно? Как вы считаете, как политика, как ответственное лицо? Понимаете, мы каждый раз говорим об этой проблеме. Невозможно подписать мирный договор, когда стороны не готовы к мирному договору, не азербайджану. Далее, те, которые контролируют Россию, Францию или Евросоюз, или США, они не заинтересованы, чтобы между Арменией и Азербайджаном был подписан вот этот мирный договор. Другой вопрос, когда все говорят, что желают. Ну, когда в 2000 году остановили войну, и когда мне спросили, подпишут мирный договор, я сказал, не будут подписывать. Вы имеете в виду в 2020 году? Да, в 2020 году. Я говорю, не будут подписывать договоры. И сейчас тоже говорю, не будут подписывать договоры. Нет предпосылок. Общество, допустим, азербайджанское общество, это общество не готово для того, чтобы подписать договор. То же самое в Армении, то же самое в США и в России, и в Евросоюзе не готовы. То есть я не вижу того лидера или того деятеля, или в ней, или в Армении, что мы готовы подписать мирный договор. Нет вот такого. А когда нет, как возможно подписать мирный договор? Можно говорить о мирном договоре постоянно. А вы не опасаетесь того, что если не будет подписан мирный договор, то будет существовать вакуум, который может заполниться действительно какими-то военными столкновениями? То есть позиция Троцкого «не мира, не войны», она же, вы понимаете, на практике проработала меньше суток. Вы понимаете, просто как бы формула «не мира, не войны», но она недолговечна. Это означает, что есть комплекс нерешённых проблем и стороны в отсутствии мира, они просто готовятся к новому витку войны. Мы должны понимать, кто реально воюет и кто дает приказы на войну. Починя не контролировал, не контролирует и не будет контролировать. То же самое. Олив не контролировал, не контролирует и не будет контролировать. Эти два господа выполняют те приказы, которые получают извне. Они сами инфекцируют это. А чьи приказы исполняет президент Олейф? Я не могу сказать конкретно, чей приказ, но это очевидно, что когда сторона, допустим, сейчас, после 2004 года, ничего не мешает ему, чтобы не выступать постоянно агрессивно. Если он выиграл эту войну, зачем ему эта военная риторика уже 2004 года? А где агрессия? Простите, все-таки, ну, то, что я слышал, президент Олейф говорит, ну, давайте подписывать мир, давайте... Кому говорит? Ну, в выступлениях своих я слышал предвыборную... Нет, подожди, подожди, подожди. Это ты хоть один раз, где-то ты прочел текст вот этого мирного договора? Нет, мирного договора. Текста-то нет, но речь-то Олейфа есть. Дорогой, при чем тут речь? Слово к делу не прищешь. Мы говорим о разных вещах. Если какая-либо сторона хочет подписать какой-то договор, публикует этот договор, говорит, вот текст договора. А если он еще не парафирован, что же публиковать? О чем мы говорим? Слушайте, есть процесс обсуждения. Пусть это обсуждение будет открытым. Если стороны хотят и заинтересованы быстрее, чем окончание этого процесса военного, они очень быстро найдут. Вот как я нахожу, я стучусь в двери разным структурам азербайджанских, говорю, ребята, надо эту тему закрыть, надо переводить эту тему на правовую плоскость и там попробовать решать. Военным пятом не решается. Мы должны друг друга уничтожать до конца. Или вы нам должны уничтожать, или мы вас должны уничтожать. Вы не оставляйте другой вариант решения. А другой вариант – это правовой вопрос. Сидеть, открыть, посмотреть, выяснить все те темные углы, которые есть, очистить все это. Азербайджанцы 100 тысяч хотят возвращаться жить в Ормян? Хотят или не хотят? Если хотят, тогда составить условия для их возвращения. Один миллион армян хотят возвращаться жить в Азербайджан? Хотят? Надо составить условия, чтобы они вернулись туда. Вот решение вопроса. Вы, как премьер-министр Западной Армении, может быть, вы наиболее удобный медиатор, то есть то, что называется в английском «owness broker», то есть человек, который сближает позиции. Но вы, скажем, понимаете проблематику больше, чем Шарль Мишель, например. И, собственно, европейский свет далеко. Вы лучше понимаете проблематику, чем господин Кабахидзе, новый премьер-министр Грузии. Может быть, тогда вы могли бы, как премьер-министр, проводить эту дипломатию? Может быть, но стороны должны понимать. Если они хотят воевать, тут не поможешь. Если они хотят заключить мирный договор, тогда поищут все варианты для того, чтобы ускорить процесс заключения мирного договора. Но вы готовы, если бы к вам обратился премьер-министр Пашнян, как к своему коллеге, вы готовы были бы к такому действию, как независимый переговорщик, тем более в статусе премьер-министра? С большим удовольствием. Если кто-то, нужна будет моя поддержка, помощь для заключения мирного договора, с большим удовольствием. Вот книга готова, опубликовали, показывали. Блестит экран. Вот так. Вот так видно. Так. Ага. Это что? Это официальные документы Республики Армения, которые публикуются впервые от 19 по 20-е годы. Это документы, которые позволяют Республике Армения, Республике Азербайджан без каких-либо проблем сесть за стол переговоров и подписать желаемый мирный договор. Поскольку и обе стороны, их правовые структуры не подготовлены к подписанию этого договора. Республика Армения и Республика Азербайджан в 1919 году, 23 ноября, в Тбилиси подписали мирный договор. Пусть откроют вот этот договор, положат на стол и пусть подпишут. Ничего не изменилось в течение столика. Люди воюют, стороны воюют за Нагорный Карабах. А первый договор о мирном сосуществовании было подписано в 19-м году. Азербайджан себя позиционирует как правоприемник Первой Республики. Да ради Бога, раз и Первая Республика, документы есть готовые. Твой предшественник уже подписал этот договор. Почему ты не хочешь подписывать? Пусть с ним подпишут. Вот такой классный договор. Ничего там сложного нет. На одной странице сто лет тому назад обе стороны написали всё. Пусть подпишут. Какие проблемы? Рам, я как бы в завершающей части нашей программы всё-таки хотел бы поговорить про ситуацию, которая как бы выходит за рамки Южного Кавказа, ситуацию вокруг Украины. Вчера было интервью главного редактора журнала The Economist. Я, честно сказать, поразился чуть-чуть тем высказыванием, которое делала уважаемая журналист, потому что The Economist, это престижное британское издание, где она сказала примерно следующее, что Запад должен помогать Украине, потому что Украина ценой жизни своих солдат ослабляет Россию. Причём в английском языке я специально перепроверила, полностью интервью на английском, посмотрела, мало ли вдруг компиляция, ещё что-то. Оно как-то звучало очень цинично. То есть, мол, ну что же, мы хорохоримся, давайте давать деньги, давайте давать вооружение. Они же дают жизни. Это как-то звучало без почтения. И меня это покоробило, вам скажу честно. Проверно с этим мы видим, как поляки блокируют границы. Что в условиях российской агрессии является абсолютно недружественным шагом по отношению к Украине. Украине блокирована американская помощь. До сих пор Украина не может получить помощь американскую. Из-за этого мы знаем, что произошло в районе Авдеевки. То есть, скажем так, само отступление Авдеевки из-за результата, скажем так, медлительности, то есть сознательной медлительности стороны Запада. Как вы оцените эту ситуацию? В какую игру играет, на ваш взгляд, Запад по отношению к Украине в ее борьбе с российской агрессией? Я бы хотел сегодня с вами поговорить по этой тематике. Мы подняли другой вопрос, но мне ближе вот украинская тема. Вы можете высказаться, мы договорились. Смотрите, тема очень глубокая. Я бы хотел остаться к этому вопросу, возвращаться к теории войны. Это очень важно. Был такой австрийский теоретик военный. Клаузвиц. Клаузвиц, да. Он написал свою теорию интегральной войны. По этой теории, значит, обе стороны, которые воют, они должны уничтожать до последнего друг друга. Когда я вижу, как уничтожают украинцы и русские друг друга, мне волосы дыбом становятся. Это идёт уничтожение, поголовное уничтожение. Я видел фотографию Бахмута. Там нету города уже. Там ничего нету. И там когда-либо будет город, я уже сомневаюсь в этом. Понимаете, украинская сторона должна понять, почему их загнали в интегральную войну, в тотальное уничтожение. Кто является главным идеологом этой войны. Остановиться на какой-то момент. Я не говорю остановить войну с Россией. У каждого своя война. Хотя бы ваши политики должны осознать. Как Никол Пожинян. Сто тысяч выводим оттуда, останавливаем эту войну. Ну, так простите, всё-таки Карабах, не вдаваясь в дискуссии, давайте так. В соответствии с международным правом, по состоянию 1991 год, Карабах – это территория Азербайджана. Следовательно, когда Армения вывела оттуда свои прокси войска, и армяне карабахские ушли с территории Карабаха, это другой вопрос, но тем не менее. При этом они ушли с территории Азербайджана. Я же вашу позицию знаю. Мы не на этой позиции обсуждаем. И опять же идёте в политику. Политика – это грязная территория, где нет правды. Мы говорим о войне. Война бывает справедливой и несправедливой. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революция позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Других войн не бывает. Украинцы воюют за свою, за справедливость, так скажем. Россия ведет агрессивную войну. Армяне воевали за справедливость. Это война справедливая из позиции армянства. А война со стороны Азербайджана – это агрессивная война. Других, к сожалению, нет других инструментов оценки войны. Она или справедливая, или несправедливая. Не, ну, рампы радиообъективности Армения ввела против Азербайджана в начале 90-х агрессивную войну. Но просто Азербайджан-то восстанавливал свой территориальный суверенитет. Ну, нельзя назвать это агрессивной войной. Это, можно сказать, война на территорию справедливости. Опять же, вы возвращаетесь в политику. Я же не хочу, что война бывает справедливой или несправедливой. И стороны оценивают это. Пройдет 20 лет, будут оценивать, война на территории Украины – это была справедливая война или нет. Я убежден, это справедливая война со стороны украинцев. Я в этом убежден. Другой вопрос, что у украинцев нет возможности добиться успеха, и не будет, потому что Запад помогает России, а не Украине. Это вы не видите, но здесь видно это. Так что я не вижу, я читаю западную прессу. Я вижу, поверьте, я вижу. Хорошо, что уже видите. Как осуществляется война? На истощении Украины. Уничтожаются украинские города. Обе стороны бомбят украинские города. Это кошмар какой-то. Украинцы бомбят украинские города, русские бомбят украинские. Ну, давайте так, украинские вооруженные силы уничтожают российских оккупантов, которые оккупировали украинские города. Давайте точнее выражаться. А вы боитесь, понимаете? Не-не-не, подождите, стой, 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 подождите. Я не боюсь, я за юридически точные формулировки. Если вы хотите сказать, что война идет на территории Украины, война идет, к сожалению, на территории Украины. Это правда, а не на территории России. Но эту войну-то принесла Россия на украинскую территорию. Понимаете, Россия же грязна. Хотят остановить войну или не хотят остановить войну? Это главное. Хотят или нет? Если хотят, украинцы объявляют о том, что не хотят остановить войну. Те средства, которые Запад выделяет для бомбежки, вот эти средства пусть инвестируют на мирную жизнь для решения проблем. Смотрите, Рам. Во-первых, я поддерживаю вас в том, что Запад должен был бы исполнить свои обещания и выдать Украине 450 миллиардов на восстановление после российской агрессии. Но тут, понимаете... Я извиняюсь, это маленькие детали, где черт строится. Говорят, почему после? Почему не сейчас? Почему не заставляют Запад вести голубые каски на территории Украины? Голубые каски. И по периметру этой границы. И один, там, 10 миллиардов, 100 миллиардов. Вы слушайте, это вы говорите, послушайте. Вот. Вы цитируете, Рам, план господина Штейнмайера, президента Германии, где вы живете. Так вот, Штейнмайер, когда был министром иностранных дел, он приложил план Штейнмайера. Одно из условий плана Штейнмайера, скажем так, это было, ну, по сути, то есть план Штейнмайера был какой? Это было проведение выборов по украинскому законодательству на неподконтрольных территориях, так называемых ЛНР, ДНР, который контролировал де-факто государство-агрессор России. Но Украина предлагала следующее. Украина предлагала, давайте введем туда голубые каски. То есть, условно говоря, чтобы на этих территориях, эти территории контролировал, ну, международное сообщество. А государство-агрессор России как раз выступало против этого, так? И, кстати, тот же Штейнмайер, он тоже выступал против голубых касок, потому что вот в эту историю вот никто не хотел вписываться, равно как и сейчас не хочет вписываться, так? Теперь очень важный тезис, понимаете? Вот вы говорите Западной Армении и так далее, и так далее. То есть, вы говорите, это вы апеллируете к истории, да, что территория Армении должна быть больше, чем она является. Так ту же самую логику преследовал диктатор Владимир Путин. Он же тоже занимается ревизией истории, да? То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Вот когда мы вот все начинаем, да, вот условно говоря, там, Германия зато расскажет, а Гданьск, например, это не польский город, это немецкий Данск, дайте нам, да? Либо Кёнигсберг, это не Калининград, да, это вот, значит, это немецкий город, дайте Калининград нам, снова будет Кёнигсбергом. И так далее, да? То есть, это как по эффекту домино, понимаете? То есть, если страны друг другу будут предъявлять территориальные претензии, мы снова очутимся вот в новой, ну, там, грубо говоря, большой европейской войне. Понимаете, о чем я говорю? Проблема в том, что Путин им интервью Такеру Карсену, он говорит мне сегодняшнее мнение, он рассказывает, что было там 100 лет назад, что было 400 лет назад. Но это же, понимаете, эта позиция, она же параноидальная, живя в 21 веке, обосновать свою агрессию против Украины тем, что было при Богдане Хмельницком. Ну, это же смешно. Я вообще-то еще раз говорю, это политика, когда любой хорошо мыслящий политик может говорить, что ему угодно, и это аргументировать. По хотению, по нехотению, по истории, по праву, по философии, по шизофрении. Возможно. Я не об этом, я о другом. Если Западная Европа, как решать свои проблемы? Делает экономическую инвестицию или запрещает делать инвестиции? Этим мотивирует или социальную справедливость, или социальный взрыв. Стандартные инструменты, чтобы они работают. Теперь, если задача стояла первоначально вырвать Украину, допустим, из-под влияния России и присоединить это к Евросоюзу, если была такая задача, надо было просто инвестировать 100 миллиардов этих денег не на войну, а инвестиции. Как, допустим, в Тайване инвестировали англичане, в общем, решали эту техническую проблему, подняли экономику выше, на порядок, и граждане этих регионов, они... Вы имеете в виду Гонконг, наверное. Гонконг, да. Они приняли вот линию. Теперь, если хотели привлечь украинский народ, то это раса белая, это не чёрная раса, это европейская раса. Европа темнеет, меняет цвет кожи, волос, религия, всё меняет. Если у них была такая задача, и всё надо было инвестировать 100 миллиардов, сколько городов? Крупных городов? 15. Каждому по 15 миллиардов. Видели бы, подняли бы менталитет, сознание, социальные структуры, и этот регион автоматом стал бы европейской частью. И жители Донбасса, я не знаю, Крыма, они автоматом вернулись и туда. То есть не только желание одного граждан, а социум уже созрел, и социум уже там. А они наоборот сделали. Принимая вот эту войну интегральную, инвестировали деньги на оружие и начали убивать население. Знаете, я вам скажу так, что мне кажется, тут есть две проблемы. Первая проблема в том, что в отличие... То есть у Европейского Союза, у Запада, было изначально две политики. Первая политика к восточноевропейским государствам, в котором сразу сказали, что вы вступите в Европейский Союз, и с ними были подписаны соглашения, где упоминалась их интеграция, будучи в Европейский Союз, после вступления в ВТО и так далее, и так далее. И так и случилось. И второе было по отношению к странам посоветского пространства, где... Я извиняюсь, я перебиваю. Украина – это отдельная страна. Вы должны понимать, когда был создан ООН, Украина имела там подпись. И Беларусь. И Беларусь, да. Это особая страна. Мы когда говорим о Европе, мы говорим о стране Украина, которая подписала, которая завизировала и имела вес. И когда распала Советский Союз, все европейские страны сели за круглый стоп, подписали меморандум и поставили какие-то определенные условия, убрали атомное оружие из Украины, гарантируя безопасность, целостность и европеизацию Украины. Вот это было сделано. Должны были это делать. Не сделали. И теперь Европа инвестирует деньги, уничтожает Украину, как самую большую, самую потенциальную страну. Ну, давайте так, давайте просто здесь как бы вот важно, знаете, вот разобраться в дефинициях. Не Европа напала на Украину, а Россия напала на Украину и аннексировала Украину территорию. Поэтому вес России. Что касается Запада, я вам скажу, что бестолковое поведение Запада инфантильность Запада и, скажем так, непоследовательность в отношении международного права, в том числе по вопросу Карабаха, когда закрывали глаза на аннексию Карабаха, то есть оккупацию Карабаха на протяжении 30 лет. Вот это все привело к... И, кстати, ситуация вокруг Косово. Это все привело к российской агрессии. Здесь, да, Европа потыкала российской агрессии, в том числе потыкала в том, что всегда занимала позицию наполовину. С одной стороны, говорила Украина, у вас шанс вступить в европейские сузы НАТО, он не потерян, он у вас есть. А с другой стороны, это все тянулось десятилетия. Хотя мы понимаем, что уровень коррупции в Украине не больше, чем в Болгарии, например. Но к Украине, как бы, всегда, знаете, находились причины, то с коррупциями, то институты плохо работают. Почему не принимать Украину? И это все создало условия для российской агрессии. Я согласен с тобой. Когда говорят, есть в Украине коррупция, я смеюсь. Говорю, у меня такое ощущение, как будто Болгария, Румыния, Словакия, самой же Германии. Нет коррупции, что ли? Конечно, есть. И очень много. Когда они хотят помогать, они постоянно показывают славу. Как будто здесь коррупция. Какая коррупция? У Украины какой бюджет, чтобы там коррупция перевалила больше, чем, допустим, коррупция в Германии? 500 миллиардов у Германии, 10 миллионов – это коррупционные деньги. 50 миллиардов – это бюджет Украины. У кого больше коррупции? Да, я с вами согласен. Абсолютно по уровню развития, при всем уважении к Болгарии, но все отмечают, и украинские беженцы, которые бежали вперед в Болгарию, что в Болгарии уровень развития и мединфраструктура наступает украинскому, хотя Болгария внутри Европейского Союза. Болгария где-то на уровне 80-х годов Советского Союза. Да, да, да. Это непоследовательная позиция Запада. Она, конечно, привела к российской агрессии. Здесь я с вами согласен. Абсолютно, да. То есть, тут спора не выйдет. Поэтому, да, вот так. Мне, конечно, глубоко больно. Я когда смотрю, я же на Украину смотрю не с точки зрения, что Россия воюет с Украиной, или у Украины там хорошие отношения к Азербайджану, плохие к Армении. Я так не смотрю. Я смотрю, здоровая часть европейской цивилизации, Украина, это здоровая часть, непосредственно уничтожается со стороны России и Европы. Совместно уничтожают. И я хочу понять, почему? Почему вот это белое население, чистое белое население должно уничтожаться? Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Когда я вижу, инвестируют деньги на оружие для уничтожения, один танк стоит 100 миллионов. Ну, смотрите, давайте так, Араму, инвестируют, во-первых, если бы до начала российской агрессии Запад передавал Украине вооружение, причем передавал очень много вооружений, и вводил реальные санкции против России, даже уже на стадии подготовки российской агрессии, допустим, она все равно не случилась, потому что Путин еще не успел ввязаться в эту агрессию против Украины. А вот то, что сейчас Запад помогает, Запад помогает мало. Запад должен помогать военным образом больше Украины, потому что Украина воюет с большим государством под названием Россия, поэтому нужно больше оружия. Вот Украине не хватает западного оружия, потому что Запад саботирует эту войну. Я бы так сказал, понимаете, поэтому здесь немного лично претензий к Западу, я считаю, что Запад саботирует помощь Украине. Вот, но то, что как бы Запад саботирует, да, но агрессор все равно Россия, потому что Россия Я постоянно говорю, Россия – это Чингисхан, это институт Чингисхана. Это мое выражение. Потом это вошло в политику, в российскую политику, и другие говорят. Впервые я говорил, это Чингисхан, это институт Чингисхана. Нельзя с этим спорить, нельзя спорить. Потому что эта система так работает. Другой вопрос, когда на Западе знают, что они имеют дело с Чингисханом, и Владимир Владимирович Путин говорит, «Мои коллеги из Европы». Какие коллеги? Почему оттуда нет ответа, что мы не коллеги, господа? Максимум, мы политические оппоненты. Он говорит, мы коллеги, коллеги из Западной Европы, коллеги из НАТО. Какие коллеги из НАТО? Он говорит. Спасибо, спасибо большое, Рам, за интересный интервью. У нас сегодня с вами получилось действительно интересно такое интервью. Я вам очень благодарен. Рама Кротичан, известный специалист в области права, и премьер-министр Западной Армении был сегодня с нами. Спасибо большое, Рам, за это интервью. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Спасибо.